Здравствуйте, меня зовут Королева Диана. Я работаю с Катериной Николаевной Поливановой в Центре исследования современного детства. Поэтому в фокусе нашего исследования все, что происходит с детьми, подростками, молодыми людьми и все, что происходит с ними современного. Поэтому у нас был такой интерес и был фокус исследования на то, как современные подростки общаются, как они пользуются социальными сетями, есть ли у них гаджеты и что они с ними делают, и как на это реагирует школа. И начали мы свое исследование с таких качественных методов. Мы брали интервью с школьниками, старшеклассниками, с учителями. И получалась какая-то очень такая картинка, очень непрозрачная и очень непонятная. Потому что, когда мы говорили с учителями, я часто слышала, что, конечно, мы знаем про современные технологии в образовании, использование learning, это крайне важно. У нас это точно в школе есть. А когда вопросы касались того, что конкретно вы делаете, ну, как правило, учителя старались или уйти от этого ответа, или начинали говорить, что, ну, вот я иногда делаю презентации, показываю детям, или дети иногда готовят презентации. То есть, в основном, честно говоря, все крутилось вокруг вот этих вот пресловутых презентаций. Поэтому такая была очень непонятная ситуация, и мы решили обратиться, собственно, к самим подросткам, к самим школьникам, чтобы узнать, что же такое происходит в сегодняшних школах, как эти современные технологии используются, и как они сами в своей повседневной жизни тоже пользуются современными технологиями, соцсеть, мобильный телефон, который, в общем, большинство подростков сегодня есть. Ну вот я такую картинку класса подготовила, не знаю, какой это год, наверное, 50-й примерно. И мне кажется, что если посмотреть на вот этот класс и представить сегодняшних школьников, то, в общем-то, практически ничего не изменится, кроме того, что у каждого в руке появится мобильный телефон. Кто-то его будет держать под партой, кто-то его будет держать открыто. Это тоже очень сильно зависит от школы. Но в целом вот это такое очень сильное изменение, которое произошло в современной школе. То есть формат того, что ученики сидят по двое, учитель находится в такой позиции говорящего. Это ничего не изменилось, но технологии как-то проникли в этот класс, и, мне кажется, как-то его меняют. Значит, нам в этом очень, в сборе данных, нам очень помог мониторинг образовательных и трудовых траекторий, который проводился в 2014 году. Нам удалось туда включить свою анкету, довольно такую объемную, и вот на такой очень хорошей выборке, да, это правда Москва, то есть есть определенные ограничения, но вот на такой выборке, значит, получить данные относительно нашего такого исследовательского вопроса. Значит, что мы получили? Только 3,5% учащихся сказали, что у них нет никакого гаджета. Остальные назвали в основном мобильный телефон как собственный девайс. То есть это вопрос о собственных девайсах, не то, что предоставляет школа, а то, что есть у них, то, что им родители купили. Значит, 74% ответили, что у них даже два девайса есть, это, как правило, мобильный телефон и планшет. 91% назвал, что они в основном пользуются социальной сетью ВКонтакте. Были еще варианты Инстаграм, самая популярная социальная сеть, Фейсбук, но вот ВКонтакте по-прежнему лидирует среди подростков. И у нас был такой вопрос относительно того, когда они находятся дома, какое устройство для выхода в сеть они, собственно, используют. То есть была идея о том, что они переключаются с мобильного телефона на домашний стационарный компьютер или нет. Это было для нас важно с точки зрения того, возможно ли какие-то ограничения установить, родительский контроль и так далее. Это раз. Два. Нужен ли им, в принципе, вообще домашний компьютер для выполнения домашних заданий или, не знаю, развлечения, или все-таки они остаются на своем девайсе. И вот такое мы получили распределение, что 50% сказали, что они продолжают использовать свой девайс, 25% указали, что все-таки переключаются на домашний стационарный компьютер или ноутбук, и 22% используют, в общем, и то, и другое. Дальше мы решили узнать у детей, у подростков, у школьников, что же происходит со школьной техникой. Тоже сегодня для вас не секрет, что широко обсуждается, что в школах компьютерная техника, она сейчас должна быть доступна не только на уроках информатики, а постоянно доступ к компьютерам должен быть у детей и на переменах, и на уроках, и вот эти метапредметные навыки и пересечения компьютерной дисциплины с какими-то, естественно, научными и так далее. В общем, мы спросили у ребят, насколько им доступна школьная техника. И основной процент, да, вы видите, 55, даже, наверное, 6% респондентов ответили, что доступ к технике есть только на уроках информатики для выполнения конкретных заданий, есть варианты того, что есть доступ на многих уроках, но когда есть специальные задания. Есть неплохой процент, да, порядка 18, о том, что, в общем-то, это можно делать на уроке перемене, и доступ есть всегда. И нас очень удивил вот этот процент в 4% ответов о том, что компьютеров и ноутбуков у них в школе нет. Это, когда мы посмотрели ответы подробнее, это оказались студенты кадетского корпуса. Не знаю, почему, в общем, вот так вот мы получили вот такой ответ. То есть не очень верится, да, что в кадетском корпусе нет компьютеров, но, может быть, они совсем закрыты за пятью замками и крайне редко используются. Ну, вот такая иллюстрация. Значит, ну, естественно, наш вопрос был про то, есть ли ограничения на доступ к этой компьютерной техникой, ну, в смысле ограничения уже на доступ в интернет с этих компьютеров, потому что тоже в интервью мы часто слышали, что соцсети заблокированы, игры заблокированы, и часто под соцсетями и играми блокируется еще очень много ресурсов, даже таких полезных, которыми, в общем, учителя могут пользоваться. И это влияет, в общем, и на учителей, потому что они не могут с рабочего места выйти в интернет и что-то подготовить, да. Ну, в общем, и для учеников это не очень представляет какую-то значимость, потому что, в принципе, они пользуются своим гаджетом для выхода в соцсети, и вот не рвутся они, в общем, в компьютерный класс, чтобы сесть туда, прям открыть сразу Facebook и написать что-нибудь там плохое. И, ой, я прошу прощения, что-то у меня не туда, я уехала. Сейчас в ручном режиме. Значит, мы спросили, есть ли ограничение на доступ к интернету с этих компьютеров, и получили вот такое распределение. Тут, ну, не все, такая небольшая иллюстрация о том, что ограничение отсутствует, заявили только 14%. То есть остальные назвали разные ограничения, это были игры, соцсети, значит, Википедия в том числе, ну, то есть очень много ресурсов сюда попало. 14% вообще заявили о том, что интернет у них отсутствует, доступ к интернету в принципе отсутствует с этих школьных компьютеров. И довольно большой процент, почему я сюда это вынесла, сказали, что они, в общем, не в курсе, есть ли запреты или нет. 12% затрудняюсь ответить. Тоже, если это так довольно смело интерпретировать, то можно сказать, что, в принципе, попытки залезть на какие-то запрещенные ресурсы, возможно, у школьников нет с этой школьной техники. Потому что, опять-таки, есть гаджет, который всегда в кармане, если что-то мне нужно такое посмотреть, я могу сделать это со своего гаджета, а есть ли запрет со школьного компьютера или нет, я не в курсе, потому что, в общем, он для меня представляет интерес, не представляет какого-то такого интереса. Теперь, вспоминая о том, что 3,5% опрошенных не имеют мобильный телефон, а все остальные, в общем, цифровизированные и находятся с гаджетом в кармане, я включила такой вопрос о том, можно ли в школе в принципе пользоваться мобильным телефоном. Ну и вот вы видите, что большинство ответов касается того, что это запрещено, но все пользуются. Ученикам разрешено пользоваться, это вот порядка 10%, запрещено пользоваться на уроке, и никто не пользуется, такие вот очень честные ребята 10%, но затрудняюсь ответить. Значит, дальше, естественно, был интерес о том, что же, в общем, с этими гаджетами они делают. И этот вопрос касался того, используют ли они гаджеты на уроках для развлечения. К развлечению мы отнесли, значит, общение в социальных сетях, прослушивание музыки, игры онлайн, ну то есть вот все, что можно в видео, все, что можно делать с мобильным. И вы видите, что 70% ответов касались того, что да, в общем, они это делают, кто-то на всех уроках, кто-то на некоторых уроках редко используют и никогда не используют, это вот порядка 30%. Естественно, мы спросили, а пользуются ли они в каких-то учебных целях. И тоже 70% ответов касалось того, что да, используют. И, значит, ну раз, вроде как, с одной стороны запрещено пользоваться гаджетом, с другой стороны они все равно пользуются. Интересно, а есть ли задания от учителя, когда нужно это делать, или все равно это происходит под партой. И вот на ответ, на вопрос, бывают ли такие задания от учителя, когда тебе нужно задействовать свой девайс. Вы все, наверное, знаете про новый вот этот тренд bring your own device, да, принеси собственное устройство, которое во всем мире популярен, когда дети, в общем, со своих мобильных выходят в сеть на уроки, да, и у них есть задание посмотреть видео, или онлайн ответить на какой-то опрос, или что-то еще сделать, или прокомментировать в социальной сети, или задать вопрос в режиме онлайн. Ну вот мы получили такое распределение, что, в принципе, редко, но бывают задания, да, 44%, никогда не бывает 27%, 18%, когда учителю нужна помощь, такой вот ответ, и, значит, довольно часто бывают задания 5%. То есть опять такой некоторый резонанс, да, вроде в школе запрещено пользоваться, но иногда учитель разрешает. То есть вот, в принципе, это тоже, что мы видели в качественной части, да, когда разговаривали с учителями, что все это зависит в основном от учителя, то есть какие правила он устанавливает. Кто-то из учителей собирает, значит, гаджеты в начале уроков, красивую такую коробочку, обвязанную крючком, такое видели в некоторых школах, а кто-то из учителей пытается вот эту вот технологию, значит, применить. Но, значит, такая пока не очень радостная картинка получается, но на самом деле все не так плохо. Значит, вот это распределение ответов на вопрос, как часто бывают вообще домашние задания, которые нужно выполнять онлайн. И вот вы видите, 21% респондентов сказали, что примерно раз в неделю, два-три раза в неделю, примерно раз в месяц, никогда или почти никогда тоже, да, 14% реже, чем раз в месяц. Такое распределение. И также мы решили узнать, как они вообще сейчас коммуницируют с педагогом, как можно задать вопрос учителю вне урока. И получили вот такие ответы. Значит, 90% сказали, что, конечно, нужно подойти к учителю лично, найти учителя в школе на перемене и задать этот вопрос. Но при этом 43% сказали, что можно написать e-mail. И мне кажется, тоже, если представить ситуацию, ну, не знаю, 5 лет назад, 7 лет назад, такая возможность, мне кажется, не представилась бы нашим участникам исследования. 41% сказали, что знают мобильный, и можно позвонить на мобильный учителю. 33% сказали, что можно написать в социальной сети. Вот такие вот данные. Значит, какие… Здесь не все, на самом деле, вопросы, которые у нас были в этой анкете, потому что это такая укороченная презентация. Мы спрашивали также ребят о том, вообще есть ли учителя в соцсетях, дружат ли они с ними, и, ну, тоже получили варианты, что, в принципе, учителя московских школ, да, в соцсети есть, найти их можно, дружба в соцсети есть, но пока как бы она такая немножечко, ну, не хочу сказать бестолковая, но она просто дружба, да, то есть этот ресурс не используется учителями, как такая площадка там для взаимодействия, для общения. Очень важно, мне кажется, мы попытались посмотреть, есть ли вообще связь, например, вот этого использования гардерии, гаджета на уроках, и их успеваемости, ну, то есть была такая гипотеза, что условно троечники, вот они сидят с телефонами и постоянно играют, потому что там, не знаю, скучно, и они не в теме, неинтересно, а отличники, они, значит, вот слушают, и гаджет не достают. Но мы этой связи не нашли, никакой, ни с, значит, развлечением, ни с использованием гаджета для образования. Единственная группа, которую нам удалось выделить, это были олимпиадники, которые, значит, сказали, что они не достают гаджет на уроки, то есть они, ну, активно участвуют в процессе, да, они чаще добавляют учителей в друзья, в соцсети, потому что тоже не все дети готовы это сделать. Ну, то есть вот такие примерные, примерные ученики, которые в такой хорошей связи с учителем работают. Если как-то вот глобально какие-то делать по этому поводу выводы, то условно в нашем образовании, и на самом деле этот тренд не только российского образования, во всем мире это происходило примерно так, можно выделить такие две крупных волны информатизации. Первое, это вообще закупка первых компьютеров в школы, да, у нас это происходило в 85-м году, ввели уроки информатики, закупили первые вот эти вот компьютеры, их было, естественно, мало, переобучили учителей математики для того, чтобы работать с информатикой. Это была большая очень такая программа. Следующая волна, она пришлась на вот 90-е, 2000-е. Если первая волна, она была связана непосредственно с участием государства, во второй волне были еще организации, которые были заинтересованы, то есть, например, компания Intel проводила очень много программ, Всемирный банк реконструкции и развития давал такой грант, ну, тоже, в общем-то, Министерство образования. И эта волна была связана с тем, чтобы обновить этот компьютерный парк, для того, чтобы компьютеризировать сельские школы, переподготовить учителей. И, в общем, первые две волны сопровождались, что очень важно, именно вот этой подготовкой учителей. Были разные с этим связанные проблемы, учители, они все хотели это признавать. И вот сегодня буквально мы общались с организаторами проекта «Учитель для России», которые сказали, что до сих пор в сельских школах стоят компьютеры, накрытые пленкой, оставшиеся со второй волны информатизации. То есть, представьте, им уже там 10 лет, и их, в общем, до сих пор так и не распаковали, потому что вот так. Но сегодня, сегодняшняя школа, и здесь мы уже так немножечко переходим к вопросу образовательной среды и той среды, в которой живут современные подростки, сегодняшняя школа, ее накрыла новая волна информатизации, связанная с тем, что у школьников появились вот эти вот продвинутые современные девайсы, которые быстро работают, у которых хороший, стабильный интернет, даже если нет в школе Wi-Fi, даже если нет подключения в школе к интернету. Но пока школа эту ситуацию игнорирует, замалчивает, закрывает. Нет никаких практически программ для того, чтобы научить учителей работать вот с этими новыми технологиями, да. И это мы слышим в интервью с учителями, когда они говорят, что да, я знаю про это, и может быть, я бы готова была бы использовать эти социальные сети или мобильные, но я просто не представляю, что с этим можно сделать. То есть пока такая ситуация низовой такой инновации, которая проросла от пользователей, подростков, но которая пока вот упирается в потолок формального образования, никак им не принимается. Смотрите, что происходит. Школа никогда не ориентировалась на ребенка, она вообще-то решала задачи общества и государства, да. И то, как устроена школа на сегодняшний день, просто буквально как парты стоят и так далее, это так называемые практики порядка, я туда не буду уходить, но, короче говоря, это было сделано взрослым, а ребенок туда пришел. И вот сегодня мы имеем ситуацию, когда ребенок в силу того, что ему доступно что-то такое, чего в голове не держат взрослые, он начинает эту среду фактически, ну, на самом деле, взрывать, потому что вот все устройство, парты в три ряда, да, а в три ряда, потому что очень удобно заглянуть в тетрадку. Абсолютно любая тетрадка оказывается доступной для учителя, да, ну и так далее. Вот эта вот устроенная взрослым и удобная ему среда, она как бы дублируется фактически другой средой, которая существует в силу наличия вот этой вот техники. И это, честно говоря, мне исторически не приходит в голову параллели по этому поводу, когда действительно сам вот этот объект воздействия вдруг начинает как-то там что-то такое шевелиться. И я думаю, что да, это можно обсуждать очень, на самом деле, на разных уровнях, в том числе, ну не только на практически образовательном, но и просто философском, таком антропологическом. Я хочу еще прям вот в паре слов сказать про траектории. Я просто вспомнила про нашу дискуссию вот буквально там пару дней назад на Эд Кранч, да, тоже о том, какую траекторию, в общем-то, видят для себя учащиеся, да, ну понимая, что вот эти технологии, гаджеты, они, наверное, будут в будущем, то есть они ими активно пользуются сейчас. И о том, что школа, в общем, себе не представляет, что этим гаджетом надо уметь тоже пользоваться, да, нужно учить с применением вот этих технологий. Мы вот обсуждали это, правда, в рамках секции про дошкольников, да, о том, что почему мы современным, значит, дошкольникам продолжаем, не знаю, рассказывать про профессию, например, водителя грузовика, если форсайт, фонарщик, фонарщик, фонарщик. Да, нет, нет, например, сегодня про водителя грузовика, если, в общем, форсайт будущего показывает, что, в принципе, про сейсии водителя не будет, да, это все равно, что мы сегодняшним детям будем рассказывать про фонарщика, молочника, чистильщика обуви, то есть те профессии, которые сегодня, ну они, наверное, есть еще, да, в каком-то таком небольшом проценте, но они уже такие абсолютно умирающие. И здесь, да, и здесь тоже получается такая ситуация, что все вроде как понимают, что да, нам с этими технологиями жить, но мы их использовать не будем. Ну, то есть такой вот очень резонанс, мне кажется. Значит, соответственно, у меня благодарность за такого рода исследование, оно очень любопытное. Естественно, миллион вопросов больших, но один ключевой вопрос следующий, каким образом подбирались дети для этих вопросов? Потому что, на мой взгляд, от этого очень многие... Да, смотрите, но здесь вот в этом исследовании мы просто полагались на наших коллег, которые, в общем, проводили вот эту волну. То есть это были московские школы, это была стратифицированная выборка по округам московским. Но я хочу сказать, что это, естественно, ограничение, то есть это московские школьники. Но я хочу сказать, что мы повторили... Ну, репрезентативно, с точки зрения охвата школьников. Я просто к тому, что характер ответов очень сильно зависит от среды в школе. Конечно. Если говорить о третьей волне, то считанные школы, которые всерьез именно этим занимаются и формируют ее. И уже известно исследование о том, что дети сами, хотя говорят, что дети лучше взрослых умеют, что все это болтовня. Конечно, абсолютно. Они лучше умеют дергать экран, а вот содержательно, они сами этого не умеют делать, если их не учить. Соответственно, от того, в какой школе проводить этот опрос, то есть та школа, которая серьезно этим занимается и обучает, я абсолютно уверен, что результат ответов будет совсем иной. Например, если взять Бауманский лицеги в Шкар-Алле, который один-один реализовал систему с айпэдами, вы получите совершенно другие ответы. Понимаю, но видите, мы здесь сделали общий срез по Москве, и это некоторые ограничения, но я хочу сказать, что мы попробовали повторить это исследование, чтобы посмотреть на то, действительно, насколько для России эта ситуация, вот такая, какой мы ее увидели здесь. И мы провели исследование в Красноярске, в Выборку вошел, собственно, Красноярск, город Ачинск и поселок Большая Мурта. И мы, в общем, вопросы, ну не совсем мы их повторили, но частично. И что мы увидели, что, в общем, и мы там взяли несколько возрастов тоже, чтобы посмотреть, то есть это вот, это были дети десятиклассники, да, и мы взяли там два возраста, шестой и девятый класс, и что мы увидели, что, в общем, например, для сельских детей и городских есть такое расслоение, когда они в шестом классе находятся, да, то есть у сельских детей нет в это время гаджетов, а у городских уже есть, они там позже регистрируются в соцсети, ну, то есть вот это видно, но в девятом классе эти различия нивелируются, то есть в девятом классе все, значит, девятиклассники уже оцифрованы, они со своим девайсом. Здесь, конечно, может быть вопрос о том, сколько он стоит, да, то есть у московских школьников могут быть айфоны за 40 тысяч, а у сельских ребят там смартфоны за три, но, в общем-то, для выхода в интернет и то, и другое подходит. А вот в части учителей, да, и взаимодействия с учителями разница очень большая, то есть в сельских школах учителей нет в соцсетях, они не используют эти технологии на уроках, то есть вот эта разница, она очень-очень очевидна. Спасибо большое за доклад. У меня как бы вопрос, он на самом деле немножко зреет, но я тоже вот на самом деле еще хотел узнать про выборку, и вот хорошо, что прямо в последний момент сказали про возраст, да, мне кажется, ключевой это тоже возраст, потому что, может быть, есть какая-то зависимость, то есть чем младше школьник, тем, не знаю, там больше он в информационных технологиях, там, да, ну что-то еще такое тоже может быть. Мне тут скорее интересно дальше на какие-то ваши дальнейшие планы, то есть планируете ли вы расширять, именно вот бить действительно в ту цель. Мне как бы комментарий по поводу того, что дети в процессе урока используют смартфон, чтобы развлечься, это нормально. То есть когда не было смартфонов, я помню, мы использовали тетрадки все что угодно, чтобы развлечься, это тоже нормально. То есть 70% развлекались как угодно, понимаете, без смартфонов. А вот используя смартфон, чтобы по-другому учиться, это действительно новое, действительно, ну как бы интересно и прикольно. И вот куда вы дальше планируете двигаться и планируете ли вы изучать, например, учителей, я прошу учителей, например, того, о чем они думают об этом, как они используют, чтобы получить взаимную картинку. И третий, я знаю, что это еще один очень сильный канал, это взаимодействие учителя с родителями. Родители, у них же там группы все в WhatsApp, они там чатятся, создают специальное приложение для того, чтобы учителя взаимодействовали с родителями. Вот тоже какие-то, может быть, ваши планы на эти направления. Спасибо большое за вопрос. Ну, смотрите, относительно первого, не в обиду учителям, которые здесь присутствуют, я расскажу вам про наш эксперимент, который провалился. Действительно, мы посмотрели на эту реакцию школьников, у нас есть данные о том, как учителя, что они по этому поводу думают, и они такие очень разные. То есть кто-то из учителей говорит, да, да, конечно, кто-то из учителей, значит, опасается. Но очень многие говорили, что я хочу, я хочу использовать, научите меня как, я не знаю как. Мы, значит, провели в прошлом году, в декабре, такой, значит, воркшоп для учителей в контакте с подростком, он назывался. Идея была в том, чтобы, значит, придумать совместно какие-то практики, которые можно строить, да, с помощью мобильных девайсов и социальных сетей, и реально попробовать это в нескольких школах при такой, как бы, поддержке комьюнити, да, то есть, например, несколько учителей пробуют, а все остальные, ну, в этом процессе тоже участвуют. И, значит, когда учителя знали, на что они идут, значит, мы им даже обещали сертификаты повышения квалификации, если они пройдут весь этап, значит, от воркшопа до, как бы, окончания эксперимента. И когда, значит, мы начали этот воркшоп, все шло очень классно. У нас были, они придумали, ну, там мы их поделили на несколько групп, и была очень хорошая динамика, придумались очень такие необычные и вполне реализуемые практики. Но когда вопрос встал о том, что, окей, а кто теперь готов у себя в школе это внедрить, у нас такой вот был момент попробовать, да, да, да. Значит, когда учителя стали, ну, пытаться как-то залезть под парты, в общем, не показывать никакого и своего интереса. И когда мы стали с ними это обсуждать, возник следующий, как бы, барьер. Они сказали, окей, смотрите, я попробую, но как это будет трансформироваться в мои рабочие часы? Мне где это, мне как это делать? Мне кому показывать вот эту нагрузку свою? Другой вариант. У нас в школе все заблокировано, то есть мне надо это делать либо со своего девайса, либо из дома, опять-таки, вечером, да, потому что в школе с компьютера я не могу это сделать. Кто опять это будет оплачивать? То есть мы к новому, как бы, барьеру подошли, к тому, что это, в общем, пока не легализовано никаким образом, да, об этом нет никакой информации в любых законодательных актах или каких-то школьных, как это может быть использовано. И я знаю тоже школы, где это действительно работает, но это всегда инициатива учителя, директора, которые все это прописывают, то есть это вот такая дополнительная работа. Поэтому пока вот это такой новый барьер. Но вот мы пробовали. Я боюсь, что на ближайшие несколько, это будет барьер большой. Он пока уменьшаться не собирается. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok